Капитало-емкая и самая главная социальная отрасль на территории любого муниципалитета. Более 50% бюджета Ленинского района уходит именно на образование, отметил Олег Хромов. На районном открытом родительском собрании глава рассказал, что на сегодняшний день на территории муниципалитета в строительстве находятся более 20 объектов социального значения. Из них 17 – это объекты образования, 11 из них строятся за счет средств местного бюджета. Это самый большой показатель на территории Московской области. И все же есть микрорайоны, где школы вынуждены работать в две смены. Из-за неввода 10-й школы в 6-м микрорайоне, 9-я и 4-я школы у нас являются переполненными. И, конечно, мы не просто надеемся, а прикладываем сейчас тектонические усилия для того, чтобы заставить застройщика ввести эту школу к новому учебному году, к 1 сентября 2016 года. О том, что происходит в системе образования с точки зрения педагогики, о предварительных итогах учебного года, доложила в своем выступлении начальник управления образования Ольга Алешкина. В этом году наши учащиеся совершили просто прорыв в олимпиадном движении на этапах Всероссийской олимпиады школьников. Я имею в виду уже не муниципальный этап районный, а региональный и федеральный уровень. Если в предыдущие годы у нас победителей даже и не было, только призеры. В этом году у нас два обучающихся стали победителями регионального этапа. На собрании также был поднят вопрос о патриотическом воспитании молодежи. В своем выступлении общественный деятель и телеведущий Илона Броневицкая пояснила, насколько это важная тема. Ведь здесь речь идет о самых главных ценностях, о нравственных основах, на которых должны воспитываться дети. Когда я вот у нас была на конкурсе честецов, детишки читали стихи и так удовлетворенные. Я понимаю, что история, которую преподают им в школе, она оживала в жизни одного какого-то солдата, одной какой-то матери, которая потеряла сына. Девочка одна, был концерт, видно, 9 мая, она пела песню на свои стихи. Я говорю, а как? Я у нее спросила, я не могу, а как? Она говорит, вы знаете, меня так это все вдохновило. Докладчиком по теме здорового образа жизни подрастающего поколения стал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Люди, которые отвечают за законотворчество, за жизнь людей, должны в таком формате обязательно принимать участие, слышать то, что людей волнует, формировать те задачи, которые необходимы, чтобы эту ситуацию исправить. И, конечно, это внушает некое доверие между властью и теми людьми, для кого власть сейчас существует. В завершении встречи всем желающим была предоставлена возможность задать интересующие вопросы. Такой формат общения стал очень удобным как для педагогов и родителей, так и для представителей власти, которые уверены решать проблемы, обсуждать перспективы развития школьного и дошкольного образования в районе, нужно сообща. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.